всем привет дорогие друзья меня зовут алекс фоломбас сегодня на календаре у нас 19 августа 2020 года среда конец лета уже вот я гуляю сейчас в биццском лесопарке сейчас от выйду на биццскую аллею сегодня утречком я отвез заказе к на улицу айвазовского в районе яснево вот я посмотрел по карте и увидел что здесь рядом с районом яснево есть замечательный большой биццский лесопарк я решил о чем было не было пойду прогуляюсь моя вроде никогда в жизни не гулял по этому парку легендарному хоть у него и такая немножко дурная слава но все же летом намного приятнее гулять когда тепло чем зимою ходить по снежным сугробам вот и я сейчас вот гуляю по парку биццовскому ну что сказать я вот когда шел к парку думал снимать вообще видеозаписи или не снимать но решил что буду снимать вот она биццовская аллея здесь асфальт есть здесь скорее всего патрулируют полицейские машины вообще я вот когда шел к парку думал что сначала включить прямой эфир или просто сделать оффлайн видеозапись я включил прямой эфир вот прям вот с района яснево перешел улицу на районе и прям снял прямом эфире как я захожу в биццовский парк потом никогда я уже в глупе начала парка пробираться связи мобильная все стало угасать и угасать и когда я уже вообще был там почти в самом центре парка ну просто связи нету никакой мобильной и я вот решил записать ну просто оффлайн видеозапись вот я вроде вышел на такую аллею здесь должны машины патрульные полицейские время от времени приезжать и в принципе здесь не так и страшно как в самом там парке то есть где много деревьев здесь как бы уже все аллея и более цивилизованно люди вот гуляют а вон там вот в дебрях конечно пострашнее там никого нету так что гуляю сейчас в биццовском лесопарке вот на велосипеде женщина какая-то пенсионер гуляет мужик на велосипеде с коляской женщина то есть все я вышел уже на цивилизацию но сегодня будний день среда народу не так уж и много но тогда вот в самые глуши в дебрах там от пробираешься там было очень классно здесь уже не очень интересно асфальт лавочки скамейки вот когда-то вот прям уже все нету интернета самый экстрим потому что без телефона в таком парке можно реально вот ночью заблудиться и ты дорогу не найдешь просто никак хорошо мне мой мобильный телефон samsung galaxy s 8 плюс имеет gps датчик и и даже без подключения к интернету вот я могу видеть свое местоположение с точностью плюс-минус там 20 50 метров то есть такая тема крутая спутник все равно ловит сигнал или телефон славит сигнал спутника не знаю как работает вот но не с ней телефон разрядится вот без компаса без это очень сложно будет выбраться будешь плутать так вот люди в лесах и многое бывает случаев по грибы идут по ягодам и могут заблудиться в лесу здесь как бы лесопарк московский городской тут особо не заблудишься это в тайге где-нибудь где просто десятки гектаров леса глухого там волки медведя здесь принципе так кусочек маленький деревья вот пропал белый кролик кто-то ищет белого кролика сейчас я никуда сворачивать не буду и просто прям буду идти по дорожке старушки гуляют кто-то там орёт в лесу вот реально не пиццовском лесу кто-то там кричит то есть песни поют я гуляю в бицепском лесопарке со мною моя дубинка моя палка мне просто интересно оценить насколько он большой как долго я буду идти по этой аллее вообще это полезно прогулка на свежем воздухе вот чтоб не прикольно вот там вот когда вот в чаще встанешь и такая тишина вообще и слышен каждый шорох там раз белочка пробежала даже слышно как она зубками орешек грезет потому что устает мозг от городского шума все время машины в метро очень шумно децибелы что влияет а здесь это раз о тишина просто мертвая обалденного счет в лесу так тихо все я иду это наверное главная аллея в бицепском лесопарке так называется бицепская аллея вот я то сейчас иду от района яснево от метро яснево до метро пражская метро чертановская то есть в те края то есть я из яснево через бицепский парк иду в район чертанова вот грубо говоря так вот напрягая там кто-то поет песенки я стараюсь комментировать девушка с палками погода хорошие дождя нету но здесь я лосей навряд ли встречу вот кому-то весел то это песни поет там вот люди он бегает спортсмен но я буду идти все время по асфальтированной тропинке туда я не буду идти один вот спортсмен пробежал еще одна как спортсменка спортивная ходьба просто отдыхает сидит он еще идет быстрым шагом все цивилизации он что-то ищет там в кустах подозрительно он просто быстро ходит похудеть хочет наверное ну все люди пошли цивилизация туда я не пойду уже в чаще в дебре асфальтированной дороге пойду меня тем более предназначены мои туфли для ходьбы по пересеченной местности а там очень пересеченная бывает и нужно там и холмы пересекать и все на свете я пойду все время вот по этой асфальтируем дороге потому что значит и подумал вот но она должна куда-то меня вывести обязательно вот еще один спортсмен если снимаю видео я не могу смотреть по gps навигатор куда я иду но эта дорога на реально куда-то должна вывести в нормальное место поэтому пойдут все время так надо было мне взять с собой свою экшн камеру sony x3000 и прицепить ее на кепку и снимать все время с телефона смотреть по карте куда я направляюсь в принципе нужно до завтрашнего дня всегда с собой таскать экшн камеру вот я даже вчера не думал что сегодня я буду гулять в бицепском лесопарке но в принципе я первый раз своей жизни здесь просто для начала прогуляюсь по бицепской аллее что она реально очень длинная все иду иду ну тут люди бегают я просто иду с палкой да друзья конец лета очень хорошо так вот прогуляться температура плюс 20 градусов но я в такой вот в курточке потому что здесь комары комары кусаются девушка пробежала никто не здоровается все угрюмы я вчера смотрел Илью Варламова мне нравится Илья Варламов это Илья Варламов один из моих любимых московских видеоблогеров он москвич он родился и живет в Москве Илья Варламов и мне кажется он нормальный тип прикольный вот поднялся дела и вот он очень много путешествует Европа Америка и он заметил фишку что в России вот ты когда встречаешь незнакомого человека то есть ты сначала угрюмый люди угрюмые неприветливые и пока ты не докажешь что ты хороший тип адекватный нормальный тебе так и будут с подозрением относиться а в Америке наоборот все изначально открытые искренние дружелюбные готовы к общению и пока ты не докажешь ты говно мразь ну чумошник они к тебе не будут относиться к подозрениям вот такая вот интересная вещь поэтому я хочу в Америку здесь народ реально грюмый неприветливый и ну все реально где-то ощущается вот в Москве реально человек человеку волк и как же не война в метро это вот биороботы все время вот это вот тема напрягает меня в Москве в России почему я хочу на запад в Америку но получить американскую визу мне нищеброды конечно это мечтает только да люди разные все равно общество разное здесь встречаешься человеком тебя как на подонка смотрят с подозрением типа чё чё откуда чё за чмошкин такой стоит передо мной и пока ты здесь в Москве не докажешь что ты нормальный четкий пацан хороший вот будут относиться к подозрениям к тебе такая тема то есть Илья Варламов это вот сказал мысль я эту мысль с ним разделяю нет он был в Америке он узнает лучше да но я как бы верю ему что типа вот в Америке да люди открыты сразу же к незнакомому все то есть общение свободная открытость и пока ты чё-нибудь не накосячишь к чё-то там какой-нибудь гадость не сделаешь тебе будет относиться хорошо вот такая интересная мысль у Лива Варламова вот ну то есть он молодец это я бы сказал этот как бы блогер путешественник вот но я сейчас как бы все равно никуда не полечу этим летом я присидел в Москве вот в Московской области то есть за пределы а ну только ездил на дачу в Ярославскую область не столько и все больше я в принципе не был получается нигде и тем более за границу вот я не собираюсь в ближайшее время денег нету на мели все равно сейчас все деньги потрачу последнюю то есть финансовую подушку свою так скажем лопну тогда вообще будут бомжары окончены сейчас есть там некоторые накопления остались типа что я на заводе заработал да и то когда я на заводе работал моя ошибка что я в отпуска все деньги свои считай ну как бы все их выбрасывал в отпуска эти все эти Доминиканская Республика Филиппины Вьетнам вот я то есть не планировал так резко увольняться поэтому врасплох у меня застал эта тема с тем что я уволился надо было в отпуск никуда не уходить денег накопить и потом уже увольняться вот такая ошибка я признаю да немножко лоханулся но ничего жизнь продолжается будем дальше жить вот и обещаю что на дядюку я в принципе больше не буду на батюку работать потому что работаешь работаешь не уважение не не почета ничего это не дает но деньги деньги только из-за денег работать это тоже дело последнее ой как же тут красиво друзья то есть ну я не хочу продавать свою свободу за деньги так скажем вот и все это рабская система мы все в рабстве в экономическом все ну это вот так все все знаете поэтому я не буду омражевывать в интернете и так уже все сказано до меня у меня такое чисто оно видео такое релакс прогулка вот вышел я уже вот на такую аллею здесь деревья такие красивые посмотрим куда эта аллея нас выведет ну да довольно таки большой парк вот и все иду иду аллея не кончается вот это видеозапись я выложу на своем ютуб канале без монтажа просто так и назову ну летняя августовская прогулка в битвеском парке вот они бегают здесь ну да хорошее место для бега воздух чистый и очень тихо здесь вот буду идти вот по этой асфальтивной дороге никуда заворачивать не буду я главное чтобы видео не оборвалось вот я не знаю почему у нее не снимаю телефон длинные видео там по часу по два часа вот то есть буквально вот 30-40 минут и обрывается видео и начинает уже другой как бы кусок видео сниматься я не знаю почему а монтировать потом не охота все это надо монтировать научиться я хочу стать таким полупрофессионным видео монтажером хочу вот научиться хорошо монтировать свои видосы такие дела не хорошая прогулку так вот прогуляться подышать воздухом свежим отдохнуть от городской суеты вот сегодня я встал рано в 7 часов утра и в метро час пик утренний все злые на работу готовы всем ноги отдавить никто ни с кем не здоровается в метро вот в чем этот прикол больших городов мегаполисов человек человеку никто в большом мегаполисе ты как говно как человек невидимка и в принципе это вот очень меня бесит он в москве то есть никто не здоровается с тобой в вагон метро входишь все косятся я не знаю или туда пойти или туда вот есть этот вариант тут красиво реально солнышко ой я даже не знаю куда пойти то давайте пойдем я не знаю вот сюда пройдемся то я уже по асфальту устал идти думаю особо так не заблужусь кто-нибудь выйду не ну все равно воздух тут свежий и очень тихо вот тишина вообще надо с палаткой куда-нибудь сгонять или на селигер или на сениш на озеро сениш вот хочу как-нибудь поехать в будний день даже может быть с палаткой ну так не с ночевкой а типа на весь день палатку разбить или даже с ночевкой лучше не знаю потому что днем в палатке лежать весь день тоже как-то тупо лучше ходить изучать местность и следовать вот и друзья я опять не знаю куда я иду куда я сверну была бы у меня на голове экшн камера на кепке да вот она бы снимала как я иду а по телефону я бы смотрел куда я иду потому что сейчас я реально не знаю куда я иду вот как-то можно ориентироваться по мху по солнцу солнце у нас садится где на востоке да или нет садится стран япония страна восходящего солнца солнце встает на востоке садится на западе да значит там у нас запад получается вот видите я вот в городе прожил всю жизнь и не знаю как ориентироваться на местности вот так вот у меня батарейка сядет на телефоне аккумулятор разрядится мой пауэрбанк и все вечер наступит будет темно и буду бродить я до утра в бицинском парке не ну парк реально большой я еще хочу как-нибудь в лосиный остров сходить посмотреть говорят там лоси тоже где-то там бегают можно посмотреть лосей но это они там где вот это лосиный остров за МКАДом который вот там наверное есть лоси а в пределах Москвы наверное уже все лоси убежали я не знаю там же МКАД как-нибудь через МКАД бегать лоси погода хорошая деревья спасают от жары от солнца они тень дают вот много деревьев много теней и очень красиво какой-то солнечные лучи играет вот в деревьях очень классно люблю я леса но конечно это не настоящий лес я не знаю происхождение вообще бицинского лесопарка ну деревья тут не очень такие древние вот я не знаю когда их высадили ну чем толще дерево тем оно получается древнее вот друзья тут может быть есть орешки орешки мне уже все орешки съели нет там ничего какие то тут бесед какая то шашлыки жарят нет там только хлеб в кормушках куда то я вышел где то я вышел теперь белосики и гисты по праву поехали я не знаю куда я свернул ну сейчас посмотрим куда то я вышел уже вот такая у меня прогулка по бицинскому лесопарку друзья дорогие какая то промзона здесь начинается непонятно наверное уже не нормально прогулялся в бицинский лесопарк вот там уже дома я вижу в принципе все я уже считаете дошел до черта но вроде как ладно буду снимать пока телефон снимает для вас порву свою стрекоза смотрите ооо какая тут ну все уже чертанова получается и дошел вот 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 новенькие прикольно покатаются по парку наверное много дорожек всяких Смотрите продолжение в следующей серии. Погода хорошая, солнечная, ловлю уже уходящее лето, лето ускользает, лето скоротечное в Москве, уже через пару месяцев будет похолодание. В ноябре, в декабре, снег уже будет в декабре должен быть. И, наверное, после Нового года я в Турцию отправлюсь на два месяца, январь-февраль, потом можно в Грузию выехать и потом опять в Турцию. Ну, посмотрим, как там будет вся эта тема с границами. И я уже тоже признаю как бы свое поражение насчет прошедшего эпидемии коронавирусной. То есть я жалею, что я прилетел из Испании обратно домой в Москву, в Россию. Но у меня есть любящая мать, родная. Вот я ее очень люблю, уважаю. Вот из-за нее я прилетел в Москву. Она очень переживала. У нее больное сердце, поэтому как бы из-за этого я прилетел в Москву и не стал типа ей нервы щекотать. Ну, для матери всегда маленький сынок, ну, маленький ребенок. Она не понимает, что я уже взрослый мужик. Мне будет 30 ноября, 33 года, возраст Христа. А мать все никак не отпускает меня из-под своей юбки. Такая тема. Вот так и живу я с мамой в 32 года. Да, друзья, я признаю ошибку. Надо было остаться в Европе. И типа я бы там застрял, и мне бы выплачивали в день 2500 рублей. Вот наш любимый нео-кочевник, анаха-турист Демасик остался в Европе. Ну, он типа застрял, да. И ему наше государство выплачивало 2500. И считать, ему накапало за пару месяцев, там, я не знаю, может, больше 100 тысяч. Ну, как минимум 100 тысяч он поднял. Как говорится, кому война, кому мать родная. Ну, так что вот я поэтому очень жалею. Ну, ничего, все живы, все здоровы. Просто немножко обидно, жалко, конечно. Да, друзья. Ну, такие дела. Погода хорошая. Очень неопарк, конечно, большой, красивый. Такой уголочек земли. Пойду-ка я вон туда немножко углублюсь. Там очень солнце светит. Нет, что не говори, а это вот коронавирусная эпидемия, это такая тема, она первый раз в мире. И вот, я реально был просто не готов к ней. Вот. Но еще до начала коронавирусной эпидемии я очень хотел слетать в Европу, в Шенгенскую зону. У меня была навязчивая идея слетать в Европу. И я уже начал, то есть мы с Демасом в Москве встретились еще до Нового года. Вот. Он, то есть, вроде как из Китая в Россию приехал. И вот он, и он оформлял документы, то есть визу в Москве. Что-то приехал в Москву, вот. Мы с ним встретились, и он мне все говорил, давай, дурачок, Саня, оформляй быстрее, скорее визу, дело, потому что после Нового года уже будут новые правила. То есть, не будут давать визу, как они захотят эти вот обуться, то есть строго. Сначала короткая виза, потом, например, на полгода, потом на год, потом на два года, потом на пять лет. То есть, так вот, по возрастающей. Вот. Дима сделал визу до Нового года, а я вот очнулся вот только после Нового года. Вот. Все-таки взял себя в руки и пошел, то есть сделал визу. Пока еще деньги были у меня, сбережения. Вот. То есть, как такая у меня тема. Пока все не расстраивать, все сбережения показать. Типа, вот у меня куча денег там. У меня было более двух тысяч евро на счету. Вот. После того, как я уволился с завода. И, в принципе, у меня с такой, с таким счетом, в общем, дали мне визу. Мне дали визу на один месяц. Вот. Я очень рад был этому. Виза на один месяц, и она двухкратная. Я мог два раза, так скажем, въезжать в зону шенгена. Но я всего один раз въехал и выехал. Потому что такая вот ситуация случилась в мире эпидемии. Не, молодец совсем, что ни говори, но Димасик, он юный остабендер, он не пропадет, мне кажется. Молодец, он прям чуял, что что-то будет. Он, нет, но он, я бы не сказал, что он знал, что будет наше государство российское выплачивать деньги тем, кто остался за рубежом. Никто этого заранее не мог знать, кроме, ну, тех, кто только вот близко к власти, да? Никто не знал. Потому что если бы я это знал, я бы сто процентов остался бы. Ну, я не знал. Незнание вот самое страшное, когда не знаешь, вот, как слепой котенок. И что прикольно, Дима мне говорил, оставайся ты, дурачок, Фоломкин, оставайся в Европе. Когда еще будет такая возможность посмотреть такие места в Европе без людей, без туристов. И он реально был в Париже, там никого не было. И он сфоткался у Эйфио башни. Вот, это, не, у него можно многому научиться. Он младше меня на 8 лет, но, в принципе, он прошаренее. Я вот уже немножко болванчик. Я бы не сказал, что я совсем тупой, но в плане путешествий таких вот. Дима круче меня. Он молодец. Он мне уговаривал, я, как бы, я пропустил свой обратный рейс. Я пропустил. Но потом мама узнала, что я остался в Европе. То есть, мама узнала, что я пропустил свой рейс. И она очень меня попросила сердечно вернуться обратно в Москву, домой. И я послушался маму любимую. Купил за 15 тысяч билет, авиабилет из Мадрида в Москву, компания Аэрофлот. Тогда я еще был в Барселоне. Нужно было еще добраться из Барселоны до Мадрида. Вот, я там познакомился с парнем в Барселоне. Вот, русскоязычный парень. Я с ним познакомился. И мы с ним вместе на поезде из Барселоны отправились в Мадрид. Скоростной поезд. Вот, обошелся мне, получается, насколько он не обошелся, где-то в 1011. Итого, получается, мне в копеечку влетело где-то около тридцатки тысяч. Вот, я вернулся обратно. Не было вывозных рейсов. Все это так вот, что говорили по телевизору, бесплатные рейсы. Я потом, когда пропустил, в общем, ну, свой рейс, решил, как бы, бесплатно полететь. В аэропорт прихожу, типа, говорю, а есть, типа, бесплатно, бесплатно, типа, ну, как бы, должны вывозить бесплатно. А они такие, нет, нет, только за деньги. Вот, я помню вот этот момент, когда я вот, меня психанул, ну, когда я уже пропустил рейс, но потом я подумал, что, надо домой. Вот, и не хотелось деньги опять платить, чтобы покупать билет. Вот, и, типа, ну, никто бесплатно не эвакуировал. Вот такие дела. Потом я уже купил билет за денежки и за свой счет я вернулся из Мадрида в Москву. Вот такая история. Мог бы остаться в Европе и путешествовать с Димой. И вот я жалею, что такой я опыт пропустил. И вот сейчас вот я только путешествую по Биццескому лесопарку. Ну, в принципе, все, я вышел живым и здоровым из Биццеского лесопарка. Вот. Здесь уже начинается район Чертаново. Получается, что я пешком дошел от метро Ясенево до, ну, от района Ясенево до района Чертаново. Это уже Чертаново. Это детская площадка такая. Городок детский. Ну, тут уже все. Парк кончился. Это, конечно, неполноценный лес. В леса нужно ехать километров, наверное, 150 от Москвы. Там нужно реально подготовиться, чтобы снаряжение было, было хорошее там. Все дела. Обувь соответствующая. Вот, такие дела. Ну, все, в принципе, я прошел путем самурая от района Ясенево до Чертаново. И на этом я буду заканчивать свою видеозапись. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментарии пишите. Вот я сегодня прогулялся по Битцевскому лесопарку. В принципе, хороший парк, тихий, большой. Мне там понравилось. Вот, вы посмотрели только что мою прогулку по Битцевскому лесопарку. Всем спасибо. До свидания. Я заканчиваю свою видеозапись. Хорошо прогулялся я. Продолжение следует...